Привет, друзья! У нас сегодня видеообзор отчета ММК за 3 квартал 2017 года. Соответственно, я покажу основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну и поехали! Начнем, наверное, с выручки. Мы видим, что за 3 квартал 2017 года выручка так серьезно подросла к аналогичному периоду прошлого года. Ну и вообще, квартал с точки зрения выручки стал рекордным за последние годы. То есть мы не видим с 2013 года ничего подобного. Во многом заслуга двух факторов. Во-первых, это цены на, собственно говоря, продукцию компании, на сталь. И второй фактор это увеличение производства этой стали. Соответственно, распродали запасы достаточно хорошо, произвели больше и цены хорошие. Все это повлияло на выручку, поэтому выручка, мы видим, растет очень прилично. Следующий показатель EBITDA. Тут, на самом деле, небольшое разочарование. Но если мы сравним 3 квартал прошлого года и 3 квартал этого года, мы видим, что EBITDA немного сократилась. Основной виной сокращения EBITDA является то, что подорожал уголь. Собственно, себестоимость производства стали выросла. И даже при том, что у нас идет рекордная выручка, мы видим, что EBITDA не рекордная. То есть, вот высокая стоимость сырья очень серьезно давит на ММК, это я уже много раз говорил, это Ахиллес Упита этой компании. Соответственно, даже если мы возьмем 3 квартала 2016 года и 3 квартала 2017 года, переведем выручку ММК в рубли, потому что ММК очитывается в долларах, то мы увидим, что за 9 месяцев 2017 года выручка в рублях, прошу прощения, EBITDA в рублях упала. Соответственно, компания сама говорит, что в долларах она выросла. Да, действительно, рост в долларах есть, но рост в рублях по EBITDA мы уже не видим в этом году, хотя в последние годы это было серьезно. Еще один такой момент, который у меня вызывает осторожность и настороженность, то, что маржинальность EBITDA находится сейчас на уровне 26,5. Ну, последние такие показатели были в первом-втором квартале 2015 года. То есть, подснизилась маржинальность, но мы, опять же, видим это хорошо на показателе EBITDA. То есть, высокие цены на уголь делают свое дело. Соответственно, чистая прибыль. Чистая прибыль, ну, если мы видим последние, наверное, с 4 квартала прошлого года, в принципе, чистая прибыль находится на хорошем уровне. Да, она не рекордная. В прошлом году было и зарабатывали больше, но, тем не менее, она в существовании таких стабильных условий генерируется. Да, немножко она подсела за 12 месяцев. Максимум был 6 рублей, зарабатывали 64 копейки. Сейчас 5 рублей 44 копейки. Но на чистую прибыль мы в столетичках не смотрим по причине того, что выплаты происходят от свободного денежного потока. Ну и, собственно, вот он, свободный денежный поток. Здесь все хорошо. Да, это не рекорд за всю историю, который был там в третьем квартале 2015 года. Но по отношению к прошлому году заработали на 35 копеек больше свободного денежного потока. Сделали точнее. И, в принципе, за этот год это рекордный показатель. А как мы помним, новая дивидендная политика ММК подразумевает выплату 75% от свободного денежного потока. Единственная здесь такая ремарочка. За этот квартал не заплатят 75% от денежного потока. И чуть позже мы посмотрим, что за дивиденд нас ожидает. Еще один важный момент. Это, конечно же, отношение чисто долга к Ебедда. Он стал отрицательный. Да, то есть это хорошо. То есть этого мы ждали, потому что в свое время менеджмент говорил о том, что пора нам копить кубышку. Они чуть ли не так и не говорили. Что пора скопить достаточно кэша на счетах, чтобы увеличить дивидендные выплаты, быть более защищенными. Но давайте посмотрим, скопили ли они или не скопили. Открываем отчет. Отчет баланса ММК за третий квартал, как раз окончание 30 сентября. Ну и видим, что кэш and cash equivalents достигли отметки в 600 миллионов долларов. Скопить, кажется, хотели в районе 500 миллионов долларов. Ну, в принципе, все. То есть то, к чему стремился менеджмент, они достигли кэша достаточно. Долг отрицательный. То есть в этом плане ММК теперь первая с точки зрения долга, наоборот. То есть первая с точки зрения отсутствия долга. То есть долг-то у нее есть 499 миллионов, но кэш вы видели сами. 600 миллионов он полностью перекрывает весь долг. Теперь, что касается оценки стоимости компании. По Enterprise Value на EBITDA у нас получилось порядка 4.4 сейчас. То есть отметка остается прежней. ММК самый дешевый по этому показателю в отрасли. А по показателю P на E мы видим, что мы порядка сейчас 8.32. И если мы сравним еще отношение стоимости к свободному денежному потоку, то ММК сейчас самый дорогой. То есть цена к свободному денежному потоку. Это нужно тоже учитывать. На это мало кто смотрит. Ну, опять же, P.E. мы здесь так вот факультативно смотрим. Теперь, что касается дивидендных выплат, давайте глянем по дивидендам. Значит, за третий квартал компания выплатит 1 рубль 111 тысячных копейки. Это составляет порядка 58-59% от свободного денежного потока, как я и говорил. Компания намеревалась выплачивать 75% от свободного денежного потока. Плюс показали такой хороший свободный денежный поток. Но не выплатили. Как, я думаю, тут вариант, что возможно именно со следующего квартала все будет происходить. Будем на это надеяться. Соответственно, дивидендная доходность составит порядка 2,5%. ММК перешел в этом квартале на выплату ежеквартальных дивидендов, как его коллеги по цеху, Северсталь и НЛМК. В общем, здесь ситуация именно такая. Значит, что ожидается? Ожидается, что в четвертом квартале сезонное ослабление спроса пойдет на сталь на внутреннем рынке. Вот. И, соответственно, снижение объемов реализации. Возможно, вот этот недоплаченный немножко от свободного денежного потока, они решили подстраховаться на как раз вот этот четвертый квартал, чтобы там все было хорошо. Вот. В принципе, отчет такой. ММК сегодня снижается на 2%. Есть и ходят слухи и риски, что ММК могут вдруг и не включить в обновленный индекс MACI Russia. Плюс, ну, конечно, ММК. ММК сейчас, да. То есть многие решили пофиксироваться. Потому что цена сейчас порядка 45 рублей. Ее рост очень был хороший. По отношению цена к свободному денежному потоку компания дороже своих конкурентов стоит. Ну, видимо, для кого-то это спугнуло. Кто-то, наоборот, подкупает и радуется жизни. На мой взгляд, ММК плюс-минус где-то оценена более-менее справедливо. То есть, ну, потенциалы, если есть, ну, на мой взгляд, это 47-48 рублей за акцию. Ну, пока что я не вижу какого-то серьезнее роста. За исключением, возможно, какой-то спекулятивный будет, ну, не спекулятивный, а набор все-таки позиций в случае включения в MACI Russia. Соответственно, в этом случае, конечно, мы увидим цену ближе к 50. Тем не менее, ждем, ждем ребалансировки. Осталось всего несколько дней. Ну, и до новых встреч. Надеюсь, обзор вам понравился. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Я с удовольствием их почитаю. И увидимся в следующем обзоре. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok